Даня, я хотела вас сегодня расспросить, даже больше как мама, чем Айрведа может помочь ребенку, с чем обращаются в нашу клинику? Вообще, Айрведа обращает все проблемы детей, особенно если мы договорим, когда женщина уже беременна, после родов, сразу после родов, но Айрведа начинает работать. У нас говорят, что Айрведа делят, мы начинаем в начале день, когда родили, масляный массаж, это особенно травня с маслом. Гребничку прямо? Да, да. Это так необычно. Да, вот, Айрведа, ребенку и маму тоже, обе дают масляный, определенный травень с маслом, и плюс первая еда, которую мы даем в день, да? Сразу после родов, мы даем там масляный ги и плюс мед. Какая пропорция, особенность. Это мы даем ребенку по языке. Ну, если что, это для очищения, потому что во время родов, конечно, очень много может быть ребенок глотали, но дает чуть-чуть очищения. Мы начинаем работать ребенком с этим временем, я говорю. Это не чисто, когда дети болеют, нет. Но время от времени, как нужно питаться, какое время нужно включить в разъем определенный продукт. Айрведы это все очень правильно говорили. Ну, до шести месяцев, когда начинаем зубы растить, да? Определенные мы даем травки, которые облегчить, да? Попочные гибели. Когда зубы растут, но дети очень болеют, но бывают проблемы с кожей и очень много там платят. Ну, в общем, время от времени мы не только как лечение, да? Можно просто для восстановления ребенка тоже. Каждый месяц есть вот такое. Плюс, обычно в нашей клинике ходят дети. Вообще, проблема это будет танцелитом, да? Всегда. И насморк. Или самая большая проблема будет аденоид, который на третьей, второй или третьей степени, да? Они тоже очень много людей, а это очень легко лечится. Ну, как лечить, точно. Там есть определенная диета, да? Но еда это важно. Особенно аденоид, когда есть. Люди думают, это вообще не влияет на еду. Но аденоид очень влияет на молочные продукты. И любой слизь, да, в этом месте. Танцелит, насморк, аденоид. Это все очень влияет на питание, что именно ребенок кушает. Особенно вечером, что ночью, после света солнца, что ребенок кушает, но это очень важно. Ну, определенно мы где-то говорим, то и то нельзя. Плюс дополнительная конституция ребенка тоже важна. Это мы проверяем. Потом несколько продуктов мы убираем. Несколько продуктов мы лечим. Это первая степень. Еще бывает дерметит. Дерметит, атопический дерметит, нюродерметит. Разный дерметит. Но там, когда дерметит, там физически и эмоционально. Обе там работают. Потому что нюродерметит, когда ребенок нервничует. Впрочем, вопрос, почему нервничует. Это какие-то физические проблемы или какие-то домашние атмосферные проблемы, да, отношения с родителями. Или когда рожает младший брат или сестра, внимания не хватает. Это мы во время консультации, конечно, узнаем. Мы говорим, что это. И мы там даем больше процедур тоже, да. Нутравки даем внутренние. И плюс процедур. Особенно там дает масляный массаж голове. Вообще детей очень полезно, когда... Нервные дети, да. Очень помогает, если мы кунжутным маслом, делаем массаж, делайте на ступни, на ладушки, уши. И там на голову чуть-чуть. Но каждый день, если мы чуть-чуть 5 минут или так массаж делаем, ну, это очень... до 30 ног, да. То есть мама сама может делать? Да, мама сама может делать. Но важно, это должно быть кунжутное масло. Кунжут очень успокаивает, успокаивает, когда раздражение ребенка или какие-то нервничные системы. Можно за каждый день. Но вообще Аюрведа советует... У детей до 5 лет нужно каждый день массажировать с маслом, да. Особенно вот это можно все тело. Или ступни, ладушки, уши, уши полностью, да. И нога в голову. Это очень, очень большой эффект дает. Начинайте, когда именно ребенок, да. Это и психологи тоже, кстати, рекомендуют. Обязательно, да, да. Дерметит – это 50 на 50, да. Психологический фактор плюс физический фактор. Ну, там можно отдельно это выбрать, и что больше там, ну, психический или физический. Фактически, конечно, травмами, там, питанием – это помогает. Ну, если вот эти эмоциональные факторы мы не работали, то вообще дерметит чаще бывает, когда он нервничует сразу. Ага. А вот вы еще сказали, что грудничок, когда родился, ему дают чуть-чуть меда. А мед и ги. Масла ги. Ага. А как же быть тем детям, у которых аллергия? Мы же еще не знаем, есть у этого грудничка аллергия или нет? Нет, видите, аллергия, простепельная аллергия. Вообще, до года ребенка аллергия появилась от мамы, понимаете? От состояния мамы физически, потому что, когда грудное кормление, а ребенок ничего не кушает. Понимаете? Если мама неправильно комбинациями кушает, ее психоэмоциональное состояние, это все передает как аллергий на ребенка. Понимаете? Понимаете? Поэтому это вот это время, если до года ребенка, когда мы лечим, когда уже на грудное кормление, мы даем маме тоже лекарства. Ага. Или через маму, когда только на грудное кормление, некоторые проблемы мы даем только маме лекарства. И через грудное молоко, но это получает ребенка. Да. Поэтому, видите, вот я говорю, вы говорили по аллергию. Такой пропорции, но это не обычная пропорция, это только врач знает, как. И масляги, и мед, но они не дают аллергию. Понимаете? Очень интересно. Да. Поэтому я говорю, вот такой пропорции не должно быть одинаково. Одна-одной чайной ложки не давать никогда. Масляги и мед не смешивают одно и то же пропорции. Понимаете? Дальшины разные. Это обязательно. Ну, врач знает, но как это дает. Ну, все ребенку знаем вначале. Но, конечно, это очищается очень. Аллергии не дают, наоборот. Как вы говорите, наоборот, это не дает ребенку аллергии. Вот дальше. А вот, кстати, как дети относятся к лекарствам аюрведическим? Там же эти таблеточки. Да, потому что они, все корень травки, это все неприятный вкус. Это есть. Но для детей есть маленькие-маленькие таблетки. И мы это с мамой разбираем, как можно сдать, расставить и сдать какие-то финиковые сиропы, топинамбурные сиропы, которые полезны, да? Или с медом, если нет аллергии, можно сдавать с медом. Или когда кормить, можно с грудной молоком. Вот такой вариант. Есть люди, которые с удовольствием принимают, нет проблем. Есть дети, которые не очень, потому что они, когда чуть-чуть большие таблетки, для них, конечно, чувствуют вот этот вкус горкий, вешающий вкус. Но дети все равно они не любят этот вкус. Поэтому можно смешивать какие-то сладкие какие-то сиропом, которые полезны, да? Табинамбур очень-очень полезны для детей. Очень-очень много минералов есть там. И финики тоже, железа достаточно. Можно с этим. Или можно компот, и съемок в компоте, знаете? Можно смешивать. Ну, другие варианты много есть. В общем, мама всегда выкрутит. Ага, да, да, это есть. Ну, все равно эффекты бывают, но через неделю-две-три. Но иногда говорят, мама позвонит, говорят, то видите, когда мы уже начались диету соблюдать, но без лекарства, то еще там показывает хороший результат. Но еще обострения нет. Поэтому, когда через неделю, когда они видят какие-то результаты, да, ну, они уже привыкают с этими таблетками, нет проблем. Понимаете? Ну, для мамы тяжело, когда две-три детей. Расстричь, да, смещаться ротом, это все. Мне кажется, в определенной степени, если превратить это в некоторую игру, ребенка, наверное, это даже может заинтересовать и заворажить. Какие-то таблеточки интересные. Да, 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 можно, можно. Это правильно. Ну, это тоже настроение ребенка. Если когда они ходят, а когда они дружат с нами, все пьют, нет проблем. Понимаете? Да, да, да. Поэтому мы вообще не как обычно относимся с детьми. Да, мы играем, да, у листочек, мы что-то делаем. Ну, очень, вообще, дети очень любят меня, потому что не дают укол. Да? Да, да, да. Это важно. Это самое важное для детей. И поэтому, ну, вот, 99% детей все принимают лекарства. Ну, и дети, чуть-чуть взрослые, когда они 9-10 лет, они сами пишут, что нельзя. Говорят, давайте вы сами пишите, что вам нельзя это все. Ну, они пишут. Говорят, да, не говорили, нельзя это слушать. Так тоже бывает. Нет, дети, когда дружат, они все слушают. Я заметила, они еще очень интересно реагируют на наших йогов, йога-терапию. Ой, потому что наши йоги прекрасные, мы вообще терапевтические занимаем, да? Поэтому все не делают. Дети интересны делают, потому что, когда дышат, они, когда играют в телефоне, это по-другому, понимаете? Они не обращают внимания на себе. Когда йога, наоборот, они все каждый асана, когда делают, когда пранаяма делают, дыхание, они после этого спокойно, понимаете? Поэтому очень любят детей, ходят на йогу. Но когда брат ходит, ну, сестра тоже говорит, когда сидит рядом и говорит, ну, я тоже хочу. Потом на второй сеанс они обе ходят на йогу. Но это интересно, когда, если два детей дома, можно отправиться на как групповое занятие для йоги, но обе интересуют и плюс эффективно, очень. Особенно йога помогает, там, стимулировать парасимпатические системы, да? Поэтому очень спокойно. И пранаяма, как я говорила, но обе, это право считается симпатический систем. Лево – это парасимпатический. Поэтому, когда пранаяма, вот еще баланс бывает на это вдвоем, да? Вообще. Вот такая практика – это дети, которые раздражительные, или не могу концентрировать, да? Школа, да? Очень много занятий, когда, или очень долго, когда учится, устается шея и не могу писать. Ну, не говорит, но устается рука, когда пишут. В таком состоянии мне очень помогает именно йога-терапию. И плюс, конечно, наша абьянга, масляный массаж. Для детей есть очень много масла, но с травмой, которые успокаивают нервную систему, меньше, улучшаются концентрации, вот эти все тоже есть. Ну, абьянга и йога – это хорошее решение для детей. Минимум раз в месяц нужно ходить на массаж. Тогда очень-очень расслабиться вот эти все месяцы. И кровообращение у головы улучшается. То есть, грубо говоря, можно сходить на абьянгу, на йогу и получать пятерки. Можно, потому что абьянга – это видите, как вы кушаете, сори, йога – это видите, но как вы кушаете, как вы душ принимаете. А йога, если занимает, это не нужно час каждый день. Если вы каждый день детей занимает, 15-20 минут хватит. Но регулярность очень важна. Ну, если 20 минут, 15-20 минут, если каждый день вы йогу занимает, конечно, это улучшается оценку детей. Это точно. То есть, ну, как вы говорите, как вы кушаете, как вы там читаете, ну, можно дать 15 минут каждый день для йогы и все. Регулярность очень важна, но раз в неделю, конечно, это не один раз в неделю можно ходить к нам на клинику и по йогу, ну, по инструкции уделяйте. Потом это повторите, остальные все эти дома. Минимум, если 4-5 раз делят дома, ну, это будет прекрасный эффект. Ну да, я бы не рискнула самостоятельно какие-то упражнения подбирать, потому что я вот понаблюдала за своим ребенком, как он занимался. И я понимаю, что я сама не смогу, во-первых, разработать эти упражнения, потому что есть профессионал. Второе, я уже даже не помню, как их повторять, и можно сделать что-то неправильно. Ну, вот походить на занятия, когда ребенок уже действительно сам физически это запомнил. Да. И ментальное, например, вот как дыхание это делать. Пранаяма, да, это называется? Да, пранаяма, пранаяма называется. Дыхательном прошли. Ну, очень много разнообразных пранаям. Ну, это для детей легкое есть, которое можно не сам сидять и делать дома, или не важно всегда там на коврике или щит и делать. Не, можно сидять и вот так делать. Я сам делаю, когда нет пациентов, когда после медитации это все можно. В медитации еще можно детей посмотреть. Это тоже улучшается очень концентрация детей. И в медитации можно, конечно, не час-пять-десять медитирует. Это сама, да, это очень хороший эффект. Ну, дети вообще нравится йогу, я думаю. А не как ОФП, которые сильные, да? Да, да, да. Да, ОФП вообще, дети не очень, через какое-то время они будут скучно. Но йогу по-другому. То йогу детям нравится делать. Особенно вот эти звуки, я вот прям вижу, что они завораживают. Вот я говорю, это не чисто сидите и деля что-то там. Они что-то говорят, там дышат, там на позу какие-то. Потом ОМ там, они считают. Но это дает вибрации внутренние, понимаете? ОМ, считание ОМ это дает вибрации внутренние, которые вообще очень там, все гормоны на этом работают. Поэтому мы начинаем с ОМ и заканчиваем на ОМ. А, это даже влияет на гормоны, то есть? Очень. Там на, именно на гипофиз это влияет. Поэтому мы начинаем с ОМ, гипофиз очень там, все на контроле будет, все гормоны. Я думаю, что это очень важно для тех детей, которые переживают пубертатный период. Да, да, особенно периодный период, да. Потому что гормоны, там сбой, гормональный сбой бывает, но они начинают непонятную ситуацию, не дети или взрослые. Вот такой вот период, да. Там, конечно, очень много сбой бывает гормонов, но для этого очень помогает йога. Скандал начинает родители, да, не понимают друг друга, как я взрослый или я ребенок или я мама. И начинаем мимикировать все как взрослые. Ну, они по теле, но, конечно, дети уже, до 16. Ну, вот эти, йога помогает понимать, что это, что ее тело или его тело, и как нужно с этим работать. Когда они какие-то поменяют, но как с этим адаптировать. Это очень помогает йога и медитации, понять себе, понимаете? Осознанно. Вот, конечно, по подростковой периоде они не понимают, что я. Йога помогает вот эти гармонии между тело, ума и душа. Вот эти гармонии. Они вообще по-дростковой это не бывают. Поэтому так странно они реагируют. Но нам нужно, как родители, нам нужно это понимать. И, ну, нужно искать гармонии между этим треем. Это важно. Спасибо, доктор Таня. Было очень интересно. Пожалуйста, надеюсь, продолжайте делать йога. Вы тоже. Да, я тоже буду делать йога. Это не только для детей, это для взрослых тоже. Видите, мы все живем в Москве, в таком метропольском городе. Ну, у нас разнообразные проблемы. Еще работа такая сидячая, все напряжение взяли. Можно все занимать йогой? Я говорю, не нужно час делать. Каждый день 20 минут хватает. Особенно учитывая то, как мы любим себя накрутить и просто вогнать себя в стресс. Да, да. Наоборот. Когда, которые занимают йогу регулярно, они по-другому выбирают стресс. Понимаете? Стресс как? Стресс может. У всех есть стресс, как я говорю. Прочина будет. Но как мы это принимаем, да? Как реагируем. Как реагируем. И как это решаем, это другой вопрос, да? Который занимает йога, они по-другому. Спокойно реагирует. Спокойно там, искает решение, как нужно это выбрать проблем. Там есть. Ну, которые, обычные люди, которые не занимают йогой, или которые делят, ну, конечно, упрощение, и вот эти боксинг тоже важно. Но йога по-другому помогает вам решать вопросы. И через теле не принимают. Обычно все стрессы люди принимают через теле, да? Болит куда-то, там стресс, анимеет, разнообразно. Кто делает йога по-другому? Они никогда пропустят вот эти стрессы через теле. Это самое важное. Да. Да. Обязательно все занимайте йогой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.